Хей ребят, я Рома, это Роза. Второй персонаж Натсу Берри. Если не знаете, что такое Натсу Берри, просто можете начать смотреть этого персонажа с самого начала, либо все правила есть в описании. Смотрите, что у нас по задачам. В принципе, мы фоном сможем легко выполнить и нашу карьерную задачу, особенно учитывая, что появился образ жизни трудоголик, но она еще и романтик. Поэтому сегодня мы концентрируемся именно на задачах в ее жизненной цели. Это именно нам нужно будет найти просто третьего человека, с которым у нас будут крепкие романтические отношения и нужно будет поцеловаться еще с 8 персонажами. Да, у Розы есть парень, но этот парень подросток. Роза уже молодой персонаж, а они между собой никак не контачат. Так что сегодня очень много романтических действий, потому что, смотрите, карьеры мы можем даже не настолько сильно заниматься, так как помимо того, что мы будем получать трудоголика, у нас также из детства есть черта ответственность, которая позволяет нам не выполнять ежедневное задание, оно у нас уже завершено каждый раз. Значит, у нас чуть больше времени, чтобы, собственно, строить романтические отношения. А еще Роза совсем не упражняется и, мне кажется, толстеет. А с ее задачами за внешкой надо бы следить, потому что нам нужно будет, кстати, кинуть человека на свадьбе, прямо просто уйти со свадьбы. И я думаю, уже в скором времени мы этим и займемся. Ну а сейчас сон и работа. Увидимся после хлопка. А, не-не-не-не, стоп-стоп-стоп, какой хлопок? У нас же сегодня выходной, никакой работы. А это значит... Романтика. И вот интересно, мы можем закадрить этого енота? Похоже, да. А как он выглядит без маски вообще? Да, не худший персонаж, так что давайте с ним, собственно, третьи крепкие романтические отношения и начнем строить. Нет, он вообще не идет в романтику. Ну, в принципе, что с него взять? Огромный енот. Давайте лучше поищем тогда еще нормальных парней. Может этот с открытым пузом и прыщами? Шикарно. А почему нельзя просто, кстати, внезапно их целовать? Просто чтобы... О, попробовать... Может это... Ну-ка, ну-ка. Сработало. А здесь... Есть! Тогда это вообще такая простая задача, ребят. Нам всего-то надо пробежаться по площади и с каждым это провернуть. Эй, ты. Стоять. Нет. Ладно, она ушла. Кто у нас еще есть? Ты. О, это шо и парень. А, и мы не можем никаких романтических действий с ним делать. Подросток. Почему одни женщины у нас на районе? Че происходит? О, ты, спортивный. Иди сюда. А, ага. Ты уходишь. Ладно. Офигенная идея. Погнали в спортзал. Заодно получим немного баллов удовлетворения. Чисто за счет того, что выполним вот эту цель. Еще и розу в порядок приведем. А, слишком знаменитая для того, чтобы что-то с ней сделать. Знаменитости очень плохо реализованы в Sims. Сразу говорю. Обязательно покажу вам дальше. Рост будет знаменитостью. Я покажу, что там такого фигового. Ну, а сейчас просто могу сказать, что все, чем обладают знаменитости из утикального. Это то, что с ними просто тяжело познакомиться, вообще поздороваться и как-либо взаимодействовать. Никаких реальных профитов от того, что у нас вдруг знаменитость, просто нет. Так, ну-ка. У, класс. Давайте так. Может быть подружимся? Может быть реально сработает? Я не знаю, Бак это или так и надо, но верите, сверху даже не появляется шкалы взаимодействия. У нас не вырабатывается никаких отношений с ней. А, нет, вырабатывается. Ладно. Блин, это тоже восходящая звезда. Ну как так? Вроде нормальный парень. С ним можно было начать строить третий крепкий романтический отнош... А, точно. Культурист. Ну вы поняли, о чем я. Ладно, с ним нифига не получается. Это кто? А, он не очень. Ладно, давайте все-таки немного позанимаемся. И уже после этого начнем искать себе друга или подружку. А, это подросток. Так, это пучок. Это какой-то... Это кто? Ты странный, но хорошо. Нам просто нужны романтические отношения и огромное количество поцелуев сегодня. Где там эта мела или как ее называют? Так, так, так. Где это, где это? Так, быстрее. Пока он не обоссался. Надо срочно его поцеловать. Потом будет как-то не очень. Ладно, эта мела никак не появляется. Видимо, придется идти сложным путем. Ладно, здесь романтика вообще не катит. Следующий план. Просто знакомимся с людьми, потом приглашаем их домой. Вот ты чувак, например. Так, найс. Мы его теперь знаем. По идее, можем пригласить, да? Кто такой Мигуми? Кто это вообще такой? Под впечатлением? Что? А, вот почему ничего не получилось. Потому что рядом бегал ее муж. Вот почему романтические отношения не удалось построить ни с одним, ни с другим. Так, теперь ты. О, этот подросток вообще-то нормальный. Жалко, никаких романтических отношений мы не можем с ним начать. Так, окей, с этим парнем тоже познакомились. Кстати, когда мы кокетливо представляемся, у нас еще и харизма растет, которая и без того у нас офигенная. Но учитывая образ жизни Розы, мы еще быстрее его освоим. И стать президентом вообще не составит никакого труда. Ну и теперь, когда мы узнали достаточное количество человек, давайте просто побегаем с важным видом. Потому что нам все-таки нужно привести ее в порядок и выполнить вот эту вот задачку. И да, я понимаю, что возможно довольно поздно, уже полодиннадцатого. Но нам нужно выполнять задачи. Поэтому давайте просто пригласим нашего первого человека из списка, чтобы все-таки завершить задачу с поцелуями. И сразу с порога. О, оно. Ну-ка. Ну-ка. Найс. 4 из 10 было. 5 из 10 должно стать. Эй. Эй. Что за фигня? Эй. Так, непорядок. Вот. Вот так должно засчитаться. Давайте по-нормальному теперь. Ну. Да что за фигня? Он уже был что ли? Я уже не помню, кто был, кто нет. Хм. Прости, парень, за беспокойство. Отправляйся к дубу. Все, найс. Он ушел. Окей. Блин. Надо где-то список вести, помечать, кто был, кто не был. Хотя как он был, когда у нас вроде вообще о нем ничего не известно. Но, ладно. Все равно нам сегодня не до этого. У нас сегодня работа. И вот все вот это. Я на самом деле думал, что вот это все мы сегодня выполним очень быстро. Но мы даже не продвинулись. Давайте до работы попробуем пригласить этого парня. Эй. Почему у тебя нельзя пригласить? Ты что, где-то здесь? Я слишком долго его искать. Нам еще на работу надо идти. Поэтому кто следующий из тех, кто не рядом? Ты? Иди сюда. Да, отправимся на работу. У нас всего час. Парень, будь сговорчивым. Не подведи. Хотя, блин, приди сначала. Алло. Полчаса осталось. О. Так, обменяемся номерами. И давай скорее появись уже вот эта функция с поцелуем. Давай. Давай. О, засчиталось как поцелуй. В руку тоже считается? Окей. Пока, парень. Спасибо за эти полчаса. Стой, стой, ты не понял? Нет, не к нам домой. Вообще, уходи. И у нас теперь нет крепких романтических отношений с тремя персонажами одновременно. Я не понял, кто потерялся? Пучок? Точно. Так, иди сюда. Нет, подожди, как выйди сюда? Четыре минуты до работы. Подожди. Сейчас вернемся. Хлопок. А вот мы и здесь. Политик. Да, политик. Я рассказывал, почему не организатор фонда. Это есть все в предыдущих выпусках. Просто, как говорил, гляньте плейлист с этим персонажем. Все. Теперь мы должны зарабатывать голоса. И здесь пучок поможет нам даже в этом. Да, пускай приходит. Нам нужны его сердце, рот и голос. А вот он. Здорово. Вот так, сходу. Бум. И еще что-нибудь жесткое. Бум. Эй, а ты куда? Ты... Я не понял. Стой. Ладно, пусть лучше злиться на зеркало. Мы пока переждем эту бурю. О, это кто? А, это енот. Не хотите сходить на свидание? Не сейчас. Я с другим парнем. Извини. Звучало странно для меня. Окей, он сердитый. Че мы можем... Нет, не просто поболтать. Я же сказал. Бум. А еще нам нужно не забывать про нашу карьеру. Карьера, политика? Получить голос. Чувак, не разочаруй нас. О, у нас шестой поцелованный персонаж. Есть. И Роза получает голос. Гениально. Осталось просто улучшить романтические отношения с ним. Сделать их достаточно крепкими. И можно звать следующего парня. Кстати, да все это мы постоянно получаем очки влияния. Смотрите, она уже довольно влиятельный персонаж. Чувак, мы заняты. Пожалуйста, потом. Все, большое спасибо. Иди домой. Следующий. О, вот ира двигает нормально. Иди сюда, парень. Где эта акула? А, вон она. Ты бы хоть куртку накинула. В одной рубашке на... А, молчу, молчу. Вот это было эффектно. Если он на это не поведется, я просто не знаю, что еще на него подействует. Так, ну-ка. Седьмой? Да. Седьмой парень. О, ты парень. Нифига себе, какой модный. Роза, ты где? Куда ты? Куда? Стой. Ты. Эй, представляйся. Вот он мимо проходит. Эй. Эй. Роза, сделай что-нибудь. Парень, ты упускаешь, сам не знаешь что. Вернись. Вер... Ладно. Я все равно найду восьмого. Ты. Нет, уже была. Эх, опять звонить кому-то из списка контактов и просто вот так, из телефонной книжки выбирать. Так, блин, кого еще не было? О, класс, чел пришел. Стой, мы тебя еще не приглашали, мы там немножко заняты. Ты что делаешь? Это наша приставка. Пожалуйста, чувак, брось ее. Поцеловать руку. Сразу. Может, это засчитается? Вот она. Надвигается. Ну? Считайся, пожалуйста. Да, восемь человек. Ну и естественно, нам нужны крепкие романтические отношения. Раз уж он здесь, че нет? О, есть. Отлично. Парень, спасибо за сотрудничество. Отправляйся домой. Фух, ну похоже, мы все-таки выполним вот эту цель. Опять же, надо просто сходить на работу и потом два человека. Фэ, просто. Тем более, если руки тоже считаются, мы можем просто сразу целовать людям руки. Эээ, очень странный получается персонаж. Ну и что? Таков челлендж. Это не я. Правила, сами знаете, где посмотреть. Там внизу в описании есть. И после этого мы выйдем уже на последнюю стадию серийного романтика. То есть, собственно, серийный романтик. Три свидания золотых. Это легко. У нас есть парень, с которым это можно делать. Хотя нет, он же подросток. Надо будет ходить на свидание. Пучок заслужил, я думаю. А вот стать парой 8 раз, уф, это будет жестко. И уже не сегодня. Черт, мы забыли взять голос того парня. Ладно. Всегда можем поприглашать этих ребят. И собрать их голоса. Не вижу никакой проблемы. И, кстати, перед работой мы можем стать еще немного популярнее. Чисто за счет блога. И, кстати, у нее все не так уж и плохо. Вторая звездочка на подходе. И помимо второй звездочки, обаяние так нужное нам для карьеры. Потому что в 6 часов или 7 часов персонажи все равно не придут в гости. Они отказываются и отношения с ними портятся. Так что мы не можем... Так, отправляем на работу. Так что мы не можем никого позвать перед рабочим днем, чтобы записать вот в это число. Кайф. Успели за 2 минуты до работы. Если еще и опубликуем... Ах, не успели. Ну, ничего страшного. Карьера тоже важна. Она все-таки трудогорик. Поэтому, конечно, карьера важна. Окей. Она может быть еще не вот этот трудогорик. Но мы помним. Ну, по челленджу. Трудоголик. Вы помните, да? И да. Кто там еще 2 парня, которых у нас не было? Ты. А, мы слишком сердитые для того, чтобы это делать. Черт. Окей, давайте дружелюбно через карьеру политика получим его голос. Там же, по идее, надо что-то продвигать, что-то как-то убеждать. А мы просто напролом, типа... Голос дай. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да? Нет? Так, хорошо. Давай. Кто расскажешь на это? Продвигать политические взгляды. Оказывается, карьера политика здесь более интерактивна, чем я думал. Обязательно уделим этому выпуск. А, Василий не поддается. Так. Неужели нам нужно узнать его политические взгляды, чтобы понять, спорить от лица левых или от лица правых? Ладно, от лица левых поспорим. Ну-ка, как ты на это отреагируешь? Класс. Он левый. Ты кто? А, нет, спасибо. А, стоп. Он правый? Или... Че происходит? Кто победил? Что вообще происходит? Я никогда не видел такого. А, нет, уже... Стоп, они уже враги. Ладно, ты все равно слишком пухленький. Пока. Следующий. Черт, мы новых больше никого не знаем. Пусть придет вот этот парень тогда. Блин, капец, оказывается, голоса будет не так просто получить. Еще что-то там продвигать. Уф. Клеп Тарасов? Это кто? Ладно. Заходи. Я не знаю, кто это. А, это пучок. Просто он был в шапке и в очках, поэтому не было понятно. Сработало? Да, сработало. Девятый парень. И давайте по карьере политика попробуем продвинуть политические взгляды сначала. Я теперь научный. Ага. И после этого попробуем получить голос. Капец, два голоса. Я не думал, что это будет сложно. Угу. У нас все получилось. Ну-ка. В смысле? Ты че? Почему это так тяжело? Короче, у нас тут пучок зашел в гости и просто провел некоторые действия романтического характера в кровати. Зачем в гости приходил? Давайте еще продвинем политические взгляды. Сейчас это получилось. Второй раз уже. Попробуем третий. И четвертый. Давай, пожалуйста. Да. Ну, голос-то ты почему не отдаешь? Следующий. Пригласим парня. Уж если не парень голос свой отдаст за нас, то кто? Так. Ты домой. Все домой. Все домой. Мы ждем парня. Да, надо подготовиться. Ты права вообще. Так. Что-то он грустный какой-то. Это не важно. Нам нужен его голос. Так, немного убедим. Ага, вот это все. Так, классно. Классно, потрясающе. Парень такой обожаемый. Так, вообще обожаю этого парня. Просто голос дай, пожалуйста. У нас хорошая репутация теперь. Давай, давай, давай. Серьезно? И какой ты парень после этого? Эх, ладно. Следующий. Кто здесь ходит из таких нормальных? Вот ты. Нет. Или... Дерегада. И это тоже Дерегада. Нет, они, наверное, женаты. Окей. О, ты. Эльза Бергсон. Класс. Как это его представится? В смысле тебе пара и спасибо и все такое? Нет, нет, нет. Ты не понимаешь? Вау. Это было обворожительное представление, а не кокетливое. А воздушные поцелуи считаются, нет? Нет, не похоже. Ладно. Тогда в руку. Или где это? Хм. О, вот. И помогая нам выполнить эту задачу, переходим к финальной стадии серийного романтика. Давайте. Йоп. Прекрасно. Теперь нам нужно очень много раз становиться парой. И свидание. И про карьеру не забывать, потому что голоса очень сложные стали. Точно, надо голос получить. Софья, надо кое-что сделать. Прояви гражданскую позицию, будь другом. Еще немного. И после этого можно забирать голос. Так, парень, не мешай. Уходи. Уходи. Давай, вали отсюда. Что? Нет? Сер... А как? Как получить голос? Видимо, нам нужны отношения покрепче с людьми. А то, посмотрите, они у нас все такие себе. Мало знакомые, чисто романтические. Ну и Роза. Посмотрите на ее состояние. Нет, нет, нет. Так не пойдет. Отправляемся домой. Нам нужно еще перед работой ее в порядок привести. Ну а пока Роза приводится в порядок перед сном, перед работой. Еще раз напомню, что мы немножко продвинулись по ее карьере. И пришли в финальную стадию нашей жизненной цели. В четвертую стадию. Уже будем серийным романтиком. В следующих выпусках. Этот, я надеюсь, вы лайкнули. Оставили что-нибудь классное в комментариях. И подписались. Пока.